Дома появятся, ипподром исчезнет. Новый микрорайон планируют построить в юго-западном районе. Как на такие перемены отреагировали жители города. Об этом и не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Очередной приговор. Сегодня экс-главе города Владимиру Быкову огласили новый срок. Что изменилось? Суд оправдал Владимира Васильевича в обвинении по даче и получении взятки. Работы идут, но план до конца года не выполнить. В региональном фонде капремонта подвели предварительные итоги проделанной работы. В пятницу надо, наоборот, побольше работать. Сколько часов в неделю нужно работать? В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени по пятницам. А что по этому поводу думают кировчане? И здесь, на Раздерихинском мосту, будет вот такой световой тоннель. А еще ледовый лабиринт и композиция «Жар птица» могут появиться в Кирове. На какие элементы праздничного оформления точно хватит денег? А на что власти попросят помощи у предпринимателей? Расскажем. Бывшему главе города Владимиру Быкову сегодня снова вынесли приговор. Вердикт суда – 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима и штраф 3 миллиона рублей по статье «Пособничество в мошенничестве». До этого экс-чиновника приговорили к 8,5 годам заключения по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что в 2014-2016 годах Быков, используя служебное положение, выступил в роли пособника при хищении более 22 миллионов рублей из АТП. 8 лет, 8 месяцев – это не наказание по конкретному обвинению, объяснил юрист Ян Чебутарев. Это итоговое наказание по совокупности приговоров, которые выносили ранее. «Признав Владимира Васильевича виновным в соучастии в мошенничестве с деньгами АТП, суд оправдал Владимира Васильевича в обвинении по даче и получении взятки, сказав о том, что данная квалификация вменена ему излишне, и те деньги, которые он, конечно, получил, они как раз и образуют деяние мошенничества. То есть, если человек, совершая преступление, мошенничество, получает какие-то деньги, то эти деньги – невзятка. Это результат того преступления, которое было совершено». Кстати, Быков, как пишут СМИ, после процесса сказал, что снова будет обжаловать приговор. Это логично, пояснил юрист Ян Чебутарев. Таким образом, экс-чиновник повременит с отправкой в колонию строгого режима. Условия в СИЗО более комфортные, а один день там равен дню, проведенному в колонии. Тем более, Быков в возрасте ему больше – 70 лет. Ипподром или жилые дома. В Кирове может появиться новый микрорайон. Накануне в Кирове прошли публичное слушание по внесению изменений в генеральный план города. Власти выслушали мнение горожан по поводу застройки. Люди интересовались, что именно и когда появится на территории. Кроме этого, возник вопрос, если ипподром застроят, неужели конные клубы и лошадей выгонят в никуда? Мнение сторон узнал Александр Бушмакин. Когда будет дорога? Сколько детских садов построите? Что вы сделали для развития ипподрома? Эти и многие другие вопросы задавали кировчане на публичных слушаниях в администрации города. Там обсуждался вопрос застройки территории в квадрате улиц Капитана Плетнева, Ульяновской, энтузиастов и Валерия Азянкина. Однако о стройке говорить пока рано. Для начала территорию необходимо перевести из общественной зоны в зону строительства жилых домов. Владелец земли и по совместительству будущий застройщик привел свои аргументы в пользу такого решения. В настоящее время по нашей инициативе с администрацией города был заключен договор комплексного развития территорий, в рамках которого мы взяли на себя добровольное обязательство по обеспечению прилагаемой к изменению территории всеми социальными и инфраструктурными объектами, то есть поликлиниками, детскими садами, спортивным комплексом, а также благоустроенными местами общего пользования. Планируем и организуем развязку в проблемном месте на улице Ульяновской. Однако такие перспективы устроили не всех горожан. Так как я покупал квартиру изначально у зоны общественной застройки, то есть у ипподрома, а не... То есть вы где-то лежите рядом с ипподромом, с лошадями? Да, меня все устраивает. На слушаниях были и представители конных клубов Федерации конного спорта. По их словам, ничего против застройки они не имеют, но где содержать лошадей и тренироваться? Один из учредителей компании-застройщика заверил, все будет хорошо, клубы и лошадей не бросят. В Садаках строится новый конный клуб. Там делается современный крытый манеж, достаточно большой, как бы, 25 на 70 метров, который позволит проводить там различные соревнования. Пока не будет сдан новый конный клуб, никуда никто переезжать не будет. Еще одно место для лошадей готовится в Бахте. Об этом рассказала представитель одного из конных клубов. Планируем дальше там вести деятельность и соревнования проводить, и тренировки. То есть, ничего не закрывается, лошади переезжают. Тем временем в администрации рассказали все предложения и замечания о внесении изменений в генеральный план города по поводу территории ипподрома готовы принять до 24 ноября этого года в городском управлении градостроительства и архитектуры. Александр Башмагин, Алексей Зырянов, Светлана Гудеменко, Бюро новостей, Давича. На дачах теперь шуметь нельзя. Сегодня депутаты областного ЗАГС собрания приняли закон, который устанавливает время тишины в садовых товариществах. Убавить громкость теперь придется точно так же, как и в городской черте с 10 вечера и до 7 утра. Какие еще вопросы обсудили и приняли на пленарном заседании парламентарии, расскажет Екатерина Дворникова. Центральным вопросом очередного пленарного заседания ЗАГС собрания стал областной бюджет. Депутаты рассмотрели законопроект о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года. Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева сообщила, что по прогнозам поступления в областной бюджет будут увеличиваться. Так, в 2024 году доход региона составит почти 91 миллиард рублей. С учетом доходов, расходы бюджета составят чуть больше 93 миллиардов рублей. Самое главное, что сегодня заложено, это все основные направления, о чем сегодня говорит президент Российской Федерации. Это все вопросы связаны с национальными проектами, с развитием территорий нашего региона. И, конечно, очень важным являлся вопрос об индексации заработной платы работников в бюджетной сфере. Сейчас этот вопрос уже частично определен. До конца он будет определен ко второму чтению. Повышение зарплаты в 2024 году будет рассматриваться с учетом дополнительных средств из федерального бюджета. Ко второму чтению планируют рассмотреть и повышение минимального размера оплаты труда. Средства на это также предусмотрены бюджетом. Объем дополнительных расходов составит 1 миллиард рублей. Бюджет на 2024 год в первом чтении депутаты приняли. Екатерина Дворникова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Сократить рабочую неделю предлагают на федеральном уровне с 40 часов до 39. Сенатор Айрат Кипадзинов предложил работать не 8, а 7 часов. Именно по пятницам в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, что более 60% россиян поддерживают такую идею. При этом многие компании уже отпускают своих сотрудников раньше по пятницам. Сейчас время работы на 1 час в конце рабочей недели сокращено в 28% компаний. Полный рабочий день в пятницу отрабатывают 70% сотрудников. Мы решили узнать у кировчан, как они относятся к такой инициативе, и провели в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров опрос». И вот результаты. 30% поддерживают сокращение рабочей недели. 27% ответили, что их устраивает все как есть. Для 21% респондентов 1 час мало, хочется больше. Другие мнения в рубрике «Мобильный опрос». Работать больше надо на благо нашей Родины. Так люди много отдыхают, и новогодние праздники, и День народного единства. Мне кажется, в пятницу пускай рабочий день будет, так оно как положено. Мы работали, и в пятницу, даже и в субботу рабочий день. И не уставали? Всяко было. В пятницу надо наоборот побольше работать. Почему? Чтобы люди хорошо жили, больше заработали. Я работаю на госслужбе, и невозможно, если мы еще сократимся, мы и так выходим. После работы остаемся, выходные дни выходим. То есть у нас вообще выходные дни не будут. Ну что? Поэтому нет. Я работаю из дома, мне комфортно, и 40 часов. Нужно работать. Было, чтобы 4 дня в неделю, но побольше часов. А пятница, суббота, воскресенье – отдых. Мне безразлично. А вот и для молодежи, например, как вы считаете? Хорошо будет? Молодежь должна работать больше, потому что надо себя обеспечивать молодежи. А уж развлекаться потом. Цветовой тоннель и композиция «Жар птицам» могут появиться в Кирове. На какие элементы праздничного оформления точно хватит денег, а на что власти попросят помощи у предпринимателей. Об этом не только расскажу во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. 150 домов на сегодняшний день по программе капремонта отремонтированы и приняты. Такую цифру озвучил сегодня руководитель фонда капитального ремонта Лаврентий Ситников. Это почти 17% от общего количества запланированных домов. Изначально нужно было сделать 900. Остальные дома частично доделают в этом году, а частично перенесут на следующие, прокомментировали специалисты. И объяснили такой показатель плохой работы подрядчиков. Они заходят, заключают договоры, но не хотят исполнять свои обязанности. С такими работниками сначала беседуют, потом вносят в черный список. Есть случаи, когда информацию о недобросовестных рабочих передают в прокуратуру. Так было, например, когда топило граждан после ремонта кровли. Отдельное внимание фонд уделяет эстетическому виду зданий. Не просто сохранение лепнины, а ее восстановление. В случае, если она была утрачена, и в случае, даже если утрачены были какие-то крепежные элементы, они поднимаются по архивным сведениям, и эта лепнина, она восстанавливается. В Яранске дом в рамках программы капремонта придется ремонтировать повторно. Правда, спустя 4 года и по решению суда речь о доме 23А на улице Тургенева. В 2019 году в этой двухэтажке начались работы. Подрядчик укрепил фундамент, заменил трубы канализации и холодного водоснабжения. Но через полгода постройка затрещала по швам. Трубы в подвале положили так, что разрушилась отмостка. А входные группы обновили таким образом, что при выходе из подъезда можно было запнуться о торчащую арматуру. Жильцы просили фонд капремонта привести здание в порядок по гарантии, но ничего не добились. Помог Народный фронт. По обращению общественников прокуратура обязала фонд капитального ремонта исправить все недоделки подрядчика. Спустя 4 года заявлений и жалоб новый подрядчик найден. До конца декабря он должен привести в порядок отмостку и входные группы. Работы уже начались, рассказали общественники. В Новый год у нас будет как в Казани, так в город администрации описали главную елку области, которую в текущем году решили обновить. Впервые над новогодним искусственным деревом установят световой шатер. Рядом появятся цифры 650 и исторические названия хлынов, вятка, киров. Это уже точно. А какие элементы новогоднего оформления еще под вопросом, обо всем по порядку, расскажет Кирилл Комаровских. Театральная площадь является местом притяжения как кировчан, так и гостей города. Особенно это заметно бывает во времена больших праздников и в зимний период, потому что как раз таки здесь, на главной площади города, традиционно появляется новогодний городок. Прямо за моей спиной появится главный новогодний атрибут – это ель. Кстати, в этом году она будет новой на дерево, потратит 13 миллионов рублей, в высоту хвойная красавица будет 22 метра. Ее украсит гирляндами и шарами. В этом году кировчанам действительно есть где разгуляться согласно концепции, которую уже представили. Здесь будет находиться ледовый лабиринт. Рядом с опорным университетом поставят торговые ряды, и там же будет стоять самая большая горка, с которой могут кататься как взрослые, так и дети. Помимо прочего, появится троллейбус – это будет фотозона. Сейчас автотранспортное предприятие решает, какую машину под эти цели выбрать. Но это еще не все. Там, где сейчас находится парковка, будет каток. Рядом с ним будет находиться домик Деда Мороза, где, вероятнее всего, будет сидеть глава городадминистрации, выслушивать всех тех кировчан, кто к нему придет. А рядом будет горка для детей среднего возраста, которая называется «Дымка». Чуть подаль находится горка для детей младшего возраста, которая называется «Петушок». Но и, помимо прочего, на театральной площади будут всевозможные световые украшения. В настоящее время подготовлена сметная документация на новогоднее оформление театральной площади. Предварительная стоимость, максимальная стоимость работы составляет в районе 16 миллионов рублей. Материальный вопрос во вторую очередь интересует кировчан. В первую очередь, конечно же, новогодние украшения Кирова. И здесь, на Раздерехинском мосту, будет вот такой световой тоннель. Прямо здесь будет находиться световая композиция «Жар птица». Да, вот, кстати, и она. Чуть подаль еще две световые инсталляции в виде деревьев. Далее, если идти в сторону старого моста, появится фотозона и другие световые инсталляции. Есть планы и по оформлению пешеходной части улицы Спаской. Например, по правую руку от меня будет стоять световая композиция в форме свечи. По левую руку будут часы, ну, а сверху все будет украшено гирляндами. На театральной площади новогодняя концепция уже утверждена. А это значит, что все то, что заявлено, обязательно там появится. Что касается улицы Спаской и набережной, то здесь остаются некоторые вопросы. Тем не менее, ближе к Новому году мы с вами точно узнаем, что все-таки реализуют, а что так и останется в планах. Кирилл Комаровский, Светлана Гудименко, Бюро новостей, Добичев. Отправиться в путешествие по России, не покидая города, смогут кировчане. 16 ноября в галерее прогресса начала работать выставка природной фотографии. На ней представлены работы более 100 авторов. Основная тема экспозиции – красота и необычность природы нашей страны. Здесь есть и фото с обитателями подводного мира, и впечатляющими пейзажами Колымского края и Забайкалья. Фотовыставка проходит в рамках крупнейшего всероссийского фестиваля «Первозданная Россия». В этом году ему исполняется 10 лет. За эти годы работы фотографов из разных городов России посмотрели более 4 миллионов человек. Выставка продолжает привлекать новых посетителей. На этот раз в галерее прогресса ее можно увидеть до 14 января. Это большое путешествие по нашей огромной стране, которое покажет нам возможность увидеть то, что мы никогда не увидим своими глазами, если не залезем куда-то очень высоко, или будем там ночью не спать, и ранним утром заснимем какой-то первозданный рассвет на Забайкалье, например. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok